Привет! Вы находитесь на канале Узвращенцы. Прошел месяц с момента заселения мальков, и я хочу подвести некоторые итоги о том, какие потери, какие приобретения и какие изменения в нашей системе произошли за этот месяц. Кстати, меня многие спрашивают о моем напарнике, с которым мы начинали, который фигурировал в первых видео. Не пропал ли он? Нет, он не пропал, он жив-здоров и карантинится в 300 километрах от меня, находится на связи, так что не переживайте, будет видео, когда он появится здесь снова, когда разрешат свободное перемещение. Ну а теперь о БЗВ. Сначала о потерях. После транспортировки некоторые мальки были травмированы, я не придал этому значения. Ну и далее со всеми вытекающими, со стрессом наложенным на это все, поймали сопроливнию, сразу лечить не начали, потому что я не понимал, что это такое, и что это надо лечить и чем. Далее лечили солью, дальше и лечили метиленовым синим, но все равно отход был довольно большой, потеряли порядка 20%, около сотни мальков, и осталось их порядка 400 или, может, чуть меньше. В общем, я не уверен, что их было 500 изначально, но осталось около 400, там, 360-380. Дальше была следующая проблема. Заборная труба в бассейне, она полипропиленовая, она чуть легче воды, иначе они могут всплывать. Вот, туда забиралось некоторое количество мальков, и, в общем, потеряли мы еще что-то 4 на том, что они убежали по трубе в барабанный фильтр, и там, естественно, погибли. Следующая потеря. В барабанном фильтре провернулась ось на шестерне. Ну и, в общем, он несколько дней не работал, вода загрязнилась очень сильно. Далее там, наверное, набралась критическая масса текалий, и под своим весом прорвалась сетку. Все это улетело в бассейн, в общем, в бассейне страх какой был, ужас. Не то, что не прозрачный, вот, начинается, включился. Не то, что не прозрачный, он просто там на поверхности столько всего плавало. В общем, потеряли еще пару десятков мальков на этом, остальные, в общем, почти все спаслись, но несколько было слабеньких таких полуживых, которые отошли в течение следующих нескольких дней. Вот, Итого у нас порядка, наверное, около трех сотен нормальных полноценных мальков, и еще 67 штук я отселил в отдельный бассейн, потому как они тугорослики расти не хотят. Вот, крутые мальки достигли в среднем веса около 56 грамм, вот, ну, разброс в среднем, там, от 45 до 90, наверное, лидеры порядка 90 грамм, вот, а малявки-тугорослики остались, так и остались 15-граммовыми, некоторые, может быть, там, 20-22 грамма выросли, и таких штук 60, вот, есть, особо не хотят, так, без энтузиазма, подгрызают что-то, что с ними делать непонятно, ну, может быть, я их поселил в бассейне отдельно несколько дней назад, может быть, сейчас подрастут чуть-чуть отдельно, если будут жить от больших, подъедят что-то, будут догонять. Ну, а также из оборудования по своей глупости потерян один насос, в общем, включил нить экраны, выключил нитья, насос работал без воды, хвостую, сухую, проработал всю ночь и успешно сдох от перегрева. Ну, в общем, это не мешает системе работать, в системе есть другие насосы, и, в общем, скорость потока даже практически не уменьшилась. Ну, а теперь о достижениях. Все наши рыбы живы, назло всем, кто говорит, что первая партия ни у кого не выживает, но у нас пока, слава богу, все живые, первый месяц прошел, ну, с потерями, но прошел. Второе, основная масса рыбы растет, лидеры, как я уже говорил, порядка 80 грамм, есть, по-моему, самый большой, около 90. Самое важное еще приобретение, то, что у меня полностью перестраивалось отношение к рыбе. В общем, мне казалось, что это довольно простое увлечение в формате хобби. Рассчитал, настроил, что там, в принципе, расчеты простые, выбрать насосы, посмотреть ток воды по трубам, ну и все. Все должно работать, простая механическая система. Оказалось, что система не механическая, в ней есть жизнь, не только рыба, а есть еще бактерии и прочее, прочее, прочее накопление всяких гадостей, как в разных местах, которые критически всплывают. Так что в реальности все сложнее, но все реализуемо, надо просто быть внимательнее. Ну и в отличие от меня, как бы, многие, наверное, присутствуют с рыбой круглосуточно, живут с ней, а я к ней появляюсь раз в неделю. И, в общем, моя задача сделать так, чтобы при появлении моем периодическом все это работало нормально. Это задача не совсем простая, как казалось. Нельзя спрогнозировать живых существ, нельзя спрогнозировать экстрессы, болезни, травмы. Нельзя рассчитать еще кучу непредвиденных вещей, которые обязательно произойдут. Но надо просто набраться опыта и правильно реагировать в определенных ситуациях. Надо знать, что-то какие ситуации бывают, какие потенциально могут быть, и знать, что делать в этих ситуациях. Есть вещи, которые, конечно, кажутся очевидными, на практике, оказывается, совсем наоборот. Они не очевидны. Ну, например, когда его привезли, она начала у нас погибать, а сфрацепролегния, вот, случайно поймали осетра без глаз, ну, то есть у него с рождения без глаз, у него даже глазных глазниц нету. Вот, думали, ну, этот точно погибнет, у него шансов вообще никаких нет. Отселили его в карантин. Пожил он в карантине вместе с остальными, ну, сфрацепролегния был отселен, почти все погибли. А этот выжил, растет, в общем, находится сейчас среди лидеров. Очень такой бодренький, здоровенький. Отсутствие глаз не мешает ему расти, выживать. Так что вот так бывает. Коллега с рождения, казалось, что не выживет, а выживает. Ну, собственно, у меня все. Жду ваших вопросов, комментариев. Жду ваших советов. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова